Предприниматели, начинающие политики, врачи, учителя, спортсмены и студенты. Сегодня в молодежном театре они не в качестве зрителей, а участников. Всех их объединило одно – желание сделать жизнь молодежи Кубани интереснее и лучше. В зале представители общественных и студенческих организаций. Несмотря на молодой возраст, каждый из них уже успел добиться определенных успехов в своих направлениях и заслужить уважение сверстников. Сегодня свои идеи и опыт они решили объединить и создать в Краснодарском крае Кубанский союз молодежи. На первую встречу актеисты пригласили лидера региона Вениамина Кондратьева. У нас действительно подобного рода общения давно не было и эта проблема очень серьезная. Мне очень приятно, что мы в таком контексте собрались, что даже с вами сразу собрались. Но вы должны понимать потенциал наш, как кадрового резерва, как нового функционала, как людей, которые чуть-чуть по-другому видят по-молодежному и использовать этот ресурс в благих намерениях на благо всей Кубани. Для меня главный принцип, насколько вот эта организация молодежная или движение молодежное будет поддержана обществом и таким же, как вы. Насколько оно будет востребованным обществом и таким же, как вы. И вот если это будет настоящая молодежная организация и молодежное движение, вы будете востребованы. И тогда нас никто не упрекнет в том, что мы создали и что-то навязали. Ваша идеология – это идеология Великой России. Изначально вы должны себя так позиционировать, если вы хотите объединиться в один мощный молодежный центр. Сейчас у каждого студенческого и молодежного объединения есть свое направление и свой лидер. Купсамол, как назвали организацию активисты, станет той площадкой, которая объединит молодежь всего края, где они смогут помогать друг другу реализовывать свой потенциал. Как отметил Вениамин Кондратьев, благополучие, стабильность и будущее регионов в том числе зависит и от сидящих в этом зале. Вы счастливы только потому, что на ваше время и детство, и юности выпала спокойная, стабильная Россия. Спросите у своих родителей, я уверен, и у бабушек, и у дедушек, что был период, когда Россия совсем была нестабильна. Был период турбулентности настолько сильный, что не могли даже подумать, что будет через день, через два свести с концы с концами. От зарплаты до зарплаты, а ее не хватало. Когда весь наш край один большой рынок, когда торговали на всех улицах, это те лихие 90-е годы, о которых вы слышали. Поэтому вот эта стабильность, которая нам позволит сегодня достичь эволюционным путем дальнейшего процветания, вот это в ваших руках, еще раз подчеркиваю. А дальше вы должны прийти к правильному выбору, каким способом этой эволюции достигнуть, но только эволюция, но не революция. Встреча, которая планировалась как ознакомительная, переросла в большую дискуссию. Слишком много вопросов и предложений было у молодежи губернатора края. Вместе с Вениамином Кондратьевым они обсуждали, каким должен быть Кубанский союз молодежи, какие вопросы должны решать активисты и кто им может в этом помочь. Ничего нету плохого в союзе молодежи советском и ничего нет в союзе молодежи кубанском. Вопрос опять-таки содержания. Союз советский, конечно, это был союз сверху. Там была демократическая направляющая сила партии, которая указывала, куда идти молодежи. А я бы хотел, чтобы союз молодежи кубани, вот там сила эта направляющая была снизу. Чтобы молодежь, безусловно, сама определяла, куда ей двигаться, как развиваться, где ее приоритет. Встречать ситуацию в свои руки и на самом деле уже рулить сейчас. Мне нужен тот орган, где власть будет слышать молодежь, рабочий орган и взаимодействовать с молодежью. Обменявшись мыслями и идеями, молодые люди попросили главу региона еще об одной встрече, на которой они смогут представить свои конкретные проекты и окончательно утвердить статус своей организации. Есть предложение дать нам время определиться с организационно-правовой структурой, как мы будем двигаться дальше, определиться с руководительным направлением, кто будет заниматься конкретно кубанским союзом молодежи. После встречи активисты еще долго не отпускали Вениамина Кондратьева и предложили весной провести региональный форум, чтобы обсудить развитие молодежной политики в крае и работу общественных движений. Активность подрастающего поколения губернатор поддержал.